Предварительный проект универсального спортивного комплекса, назовем его аэропортовский, предполагал, что здесь в парке появится трехэтажное здание для проведения соревнований по баскетболу, гандболу, волейболу, борьбе. Но прошло 9 месяцев со дня эпохальной внеочередной сессии, кардинальных изменений в жизни зеленой зоны не произошло. Разговоры о большой стройке у аэровокзала начались, когда президентом в Украине был Петр Порошенко, премьер-министром Владимир Гройсман. Старая власть в лице правительственных чиновников пообещала помочь Одессе в решении ее многолетней проблемы. В миллионном городе нет современной крытой арены. Дворец спорта, моральный и физический дряхлей, другие объекты спортивной инфраструктуры для проведения серьезных соревнований не готовы. Как я понимаю, что у Владимира Гройсмана была на тот момент иллюзия, что он как успешный премьер-министр, а то, что мы видим сейчас, говорит о том, что он действительно был сравнительно успешным премьер-министром, сможет остаться на своем месте. И, соответственно, так думали многие министры, которые смогут реализовывать какие-то проекты. Но обещавшие софинансирование 10 членов Кабмина ушли, а пришедшие на смену управленцы до сих пор не определились, где созидать и за какие деньги. Пока о помощи государства в строительстве арены будущего говорить не приходится. Новая власть не имеет четких приоритетов, она имеет желание понравиться избирателям. Поэтому, вот если мы возьмем в качестве примера не эту ситуацию, ситуацию с газовым выплатой России, там, по-моему, 3 миллиарда зашло, то у нас уже звучит, то мы детские садики на них делаем, то спорткомплексы, то инфраструктуру газовую. И причем каждые две недели вот что-то есть деньги, надо сделать что-то хорошее, надо деньги быстро распилить. Поэтому борются разные группы влияния. Одесские депутаты, в свою очередь, подчеркивают, если бы мэрия провела грамотные расчеты и подготовила внятный проект, то можно было бы надеяться на положительный ответ от правительства. Уже тогда на сессии было понятно, что Одесса не успевает с подачей документов. И когда мы озвучивали это профильному вице-мэру, он сказал, что мы однозначно войдем. И все должно иметь систематический характер. Но у нас чиновники в Одессе привыкли, наверное, вот так вот расхлябанно себя вести. И из-за этого город теряет большие суммы субвенций и финансирование, и помощь из Киева. Впрочем, велика вероятность, что и без спортивной арены на 3000 зрителей парковая территория у аэропорта пустовать не будет. Я думаю, что в ближайшее время появится какой-то некий инвестор, который захочет якобы под этот земельный участок построить какую-то гостиницу или торговый центр. Поэтому мы сейчас с коллегами сделали запросы, подали, ждем ответа. Были выделены некоторые деньги, причем было поручено управлению физкультурой и спорта вместе с администрацией стадион «Спартак» организовать этот процесс. Тоже непонятно, почему заказчикам стадиона «Спартак» абсолютно для меня неясно и непонятно. Весь, скажем так, этот разговор был затеян из-за того, что бизнесмены, которые имеют отношение к той компании, которая арендует у нас аэропорт, хотели просто под видом строительства дворца спорта отвести себе землю, чтобы в дальнейшем построить гостиничный или какой-то административный центр. Хотя расположение спорткомплексов в непосредственной близости от аэропорта или железнодорожного вокзала и является общепринятой западной практикой, в Одессе эта идея вряд ли бы получила поддержку и развитие. Спортивная жизнь в нашем регионе не такая насыщенная, звезды баскетбола и волейбола каждую неделю на международные турниры сюда не прилетают. А использовать арену исключительно как тренировочный центр внутреннего потребления тоже не очень удобно. Главная причина – сюда практически нечем добраться. Как мы уже говорили, транспортное сообщение с аэропортом никуда не годится. Поэтому поиск оптимального места для строительства спорткомплекса 21 века должен возобновиться.